Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, уникальный день, наконец-то, настал. Лагба Омер. Это 33-й день счета Омера. Это предание говорит, что в этот день начал выпадать Манн. В этот день прекратилась эпидемия, которая унесла жизни учеников араби Акивы. В общем, день совершенно уникальный, связывает его с великим мудрецом Шимоном Бар-Эхаем, который отказался подчиниться приказам Рима прекратить учить Тора, скрылся с сыном Галилеи, просидел там 13 лет, жил в убежище, питались плодами рожкового дерева и воды. И умер он тоже в Лагба Омер и очень просил, чтобы этот день стал днем радости, потому что именно в этот день открылись такие тайны Торы, которых до этого никто не знал. Ну, а Тора это основа всего. И вообще, обратите внимание, если вы спросите у любого, даже самого верующего, самого мудрого еврея, который всю жизнь учит Тора, когда годовщина смерти Авраама, никто ничего не скажет. Ицхака, Якова, никто ничего не скажет. Но даже дети знают, что Шимон Бар-Эхаем скончался именно в Лагбомер. В чем же такая необычность этого человека величайшего? В первую очередь, это, конечно, в том, что он автор книги «Заар». Книга «Заар» — это совершенно уникальная книга. Большемтов говорил, что когда я смотрю «Заар», я вижу весь мир от края до края. Книга «Заар» сегодня является основой нашего понимания кабалы, от самых простых до самых мудрых и глубоких вещей. Книга «Заар» стоит в доме у всех людей, которые... Вообще написано, что человек должен иметь, даже если он не понимает книгу «Заар» дома, для того, чтобы улучшать духовную обстановку. Вот таких уникальных вещей достиг Шимон Бар-Эхай. Почему празднует его день ухода из мира и почему он в этом просил? Ну, написано, что человек достиг полного... Вот человек приходит в этот мир с миссией. Вот Шимон Бар-Эхай полностью выполнил свою миссию. В его времена, насколько он был великий человек, на его времена не было радуги. Это обычно радуга появилась после потопа. И он сделал радугу напоминанием об обещании больше не уничтожать людей, не наводить потоп, потому что... так смилоститься, короче. Но поколение Шимон Бар-Эхай не нуждалось в таком знаке, потому что был такой великий человек, который один очищал все поколение. Ну, это... я даже не знаю, как еще объяснить, насколько это был великий человек. Так что неудивительно, что Лакбонер стал днем света, радости, праздничного веселья. Костры по всему Израилю, да и в мире очень много. Есть потрясающее свидетельство, которое говорит о очень серьезных вещах, что в этот день, вот сегодня, категорически запрещена печаль. Причем печаль любая. Земные причины, духовные причины. Просто запрещена. Она, к сожалению, очень бредит. Вы знаете, ну, грустить вообще нельзя, в этот день особенно. Был, знаете, один человек, я короткую притчу скажу, он был всю жизнь счастливым. Все время улыбался, смеялся, никто не видел его грустный. Люди задавали ему вопрос, почему не грустить, и как ему удается быть радостным. В чем секрет такой? Он отвечал им, когда-то я был очень печальным, как и другие. И вдруг меня осенило. Это же мой выбор. Это моя жизнь. И ведь делаю этот выбор каждый день и каждый час. Каждую минуту я выбираю, быть мне грустным или веселым. И с тех пор, каждый раз просыпаюсь, я спрашиваю себя, ну, что я сегодня выберу? Как рубашку такую снимаю, там, на себя одену. Печаль или радость? И всегда получается, что я выбираю радость. Поэтому, раз нам предписано в этот день радоваться, раз в этот день предписано нам улыбаться, раз предписано нам в этот день быть, ну, как бы, намного более веселыми, чем в другой день. Мы обязаны это делать, потому что лучше знает тот, кто наверху, что нам делать. Вообще, одним из учеников, рабе Авраам Аль-Ви, один из лучших учеников Варизаля, был погружен в глубочайшую скорбь о храме. Она была настолько сильная, что каждый день он добавлял в молитву утеш, там, и так далее. Ну, написано, что наказан он был за то, что грустил именно в этот праздник, в Лакбуме, в величайший день. Поэтому гоните сегодня от себя грусть, гоните от себя любые печальные мысли. Надо сегодня, как бы, немножечко, ну, встряхнуть себя, встряхнуть по-хорошему. И вот на горе Мирон, вот этой ночью, особенно, тысячи, сотни тысяч людей собирались всегда, очень много. И в этом году, конечно, я не знаю, сколько собралось, но очень много. В этот день радуется тому, что бывают люди, которые выполняют свою миссию от начала и до конца. Бывают люди, которые пришли в этот мир светить, и они этим, именно этим и занялись. Поэтому у каждого есть возможность светить. Но Шамандар Яхай использовал ее по полной, сто процентов. Это праздник стопроцентного потенциала. Брахавы от слаха, чтобы мы, ну, я не думаю, что нам получится, может быть, на 100, но на 99 надо попытаться. Сегодня день с большой брахой, сегодня день с большой удачей. Сегодня день очень хороший, если ты улыбаешься. Брахавы от слаха.